Они открылись, только вот попасть в ресторан посетителям с повышенной температурой не получится, плюс масочно-перчаточный режим, санитайзеры и дистанции между столами. Такие столики – мечта для тех, кто не любит есть в тесноте. Ближе полутора метров точно никто не сядет. Для сотрудников те же требования – обязательная термометрия, чтобы обезопасить и гостей, и сотрудников, а еще дезинфекция всех поверхностей каждые четыре часа. Рестораторы позаботились и о том, чтобы меню подлежало обработке. Очень рада, что наконец-то в Самаре открыли заведение общественного питания, что и в обеденный перерыв офисные работники могут прийти сюда. В выходные можно с семьей прийти, насладиться атмосферой, чего очень не хватало. Так это вот прийти, да, доставку можно было заказать, но это же не то. И знаете, даже есть такое вот желание прийти, просто даже поддержать их, потому что они пережили достаточно непростой период. Заведения общепита в 63-м регионе не работали три месяца. Из 2861 точки питания в регионе 1463 полностью ограничили работу. 1397 перешли формат работы на вынос и доставку. В непростое время, во время пандемии, нам разрешили работать на дезинфекторы и на дезинфицирующие средства. Уходило значительное количество затрат и для нас, как для малого бизнеса. Вообще, если говорить про цифры, то примерно 5% от всей выручки от оборота уходит на моющие, дезинфицирующие средства. Отрасль вошла в перечень пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Падение оборота по отношению к апрелю прошлого года составило больше 59%. С 26 июня по постановлению губернатора разработали летние веранды, кафе и ресторанов. С 1 июля все заведения общепита. И вот такая радость, что с 1 июля разрешили посещать данное кафе. Очень соскучились, то есть можно посидеть в помещении и теперь будем регулярно посещать, как и прежде. Чтобы ресторанам, а также гостиницам, салонам красоты и ряду других организаций не пришлось тратиться на дезинфекцию и направить собственные средства на повседневные нужды на федеральном уровне, приняли решение о выплате субсидий. Новая мера поддержки начнет действовать с 15 июля. Субсидия на мероприятие по дезинфекции предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей. Размер 15 тысяч рублей. Гостевой поток из-за ограничений снижается в половину. И любая субсидия, любая поддержка, она помогает бизнесу быть рентабельным. Если выполнять все нормы Роспотребнадзора, это достаточно большие деньги по всей компании, если посчитать. А мы, как ответственная компания, будем выполнять полностью. Конечно, нам эта субсидия очень сильно поможет. Для того, чтобы получить субсидию, достаточно направить электронное заявление в налоговый орган, либо подать его через личный кабинет налогоплательщика. Сделать это можно с 15 июля по 15 августа. Ход рассмотрения заявления можно будет отслеживать на сайте ФНС. Татьяна Пудова, Сергей Павлов, Новости губернии.